Премьер-лига Команды, болельщики, шури и уши 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 Команда КВЭН «Мы» из Челябинска. Команда КВЭН «Сок» Самара. Сборная российского нового университета «Слезы богатыря» Москва. Команда КВЭН «Политех» Национального технического университета Украины КПИ. Много разных интересных вузов было у нас в КВЭНе, но вот следующий, как мне кажется, достоин отдельного внимания. Команда КВЭН «Казахстанско-британского технического университета Алматы». Есть у меня желание по-доброму так представить еще одну команду. По-доброму, потому что люди в ней собрались все не злые. И не их вина, что ровно половину команд после сегодняшней игры им придется отсеять. Алексей Лябичев. Евгений Донских. Сангаджи Тарбаев. Знаменательно, что Сангаджи Тарбаев сидит немножко в сторонке, так сказать, подчеркивая свой отдельный статус чемпиона 2006 года. Поаплодируем этому молодому человеку. Валерий Закутский. И председатель нашего веселого жюри Михаил Михайлович Гуликов. Итак, с жюри мы познакомились, все формально соблюдены. И мне остается пожелать командам, ну скажем, не болеть. Вот так вот. Все. Буквально секунды отделяют нас от застатки первого конкурса, так скоротаем же время за ее прослушиванием. Приветствия. Гутен Таг. Кто знает, может быть именно сегодняшняя игра зажжет в молодых командах новую квеновскую звезду. Итак, конкурс приветствия, тема рождения сверхновой. Представляя следующую команду, первую команду, хочется совершить такой небольшой исторический экскурс. Был такой замечательный квеновский коллектив. Назывался он «Матросы Кыргызстана». Запомнили мы их в основном именно благодаря этому красочному названию, но тема оказалась востребованной. И вот теперь еще одна морская команда «Мыс Челябинска». Встречайте, команда КВН «Мыс Челябинска». Вечер кружится над нами, вместе мы идем, я весною обвинен. Так давай споем. Париж Южного Урала, нам всегда улыбок мало. Греет душу, словно шуба. Баба Люба, шуба-дуба! Добрый вечер! Не успели мы приехать в Москву, как сразу же пошли гулять. Да, мам, я в Москве, доехали хорошо. Подожди минуточку. Куда? Стой! Помогите! Случай в магазине. Здравствуйте, а дайте мне сахар и вон те конфеты. Что вы на меня так смотрите? Нет, а вы что думаете, я его на один раз покупала? Глаза разуй. Так, ну-ка идите все сюда, быстро все вышли. В общем, в гримерке за кулисами стояла бутылочка коньячка. Ну, чтобы отметить нашу сегодняшнюю победу. Сейчас она пустая. Так, кто не пил, шаг вперед. Вот он мой хороший. Вперед, сузел уже. А сейчас актерский этюд «Хамелеон». Ты че, Антон? Ну все, тебе конец. Ты че, дурак, живой? А сейчас мы с вами переносимся на финишную прямую супермарафона. А че ты, такая одышка бывает. Ага. Еще один актерский этюд «Шапка-невидимка». Ты опять что? Ай-яй-яй-яй-яй. Я че, че, че? Вот бестало, че. Кученица, переползающая через МКАД в час пик, вряд ли увидит следующую шутку. Итак, обычный урок в обычной челябинской школе. Пишите, 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 не отвлекайтесь. Пишите, 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 не отвлекайтесь. Пишите, 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 не отвлекайтесь. Пишите, 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 не отвлекайтесь. Пишите, 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 не отвлекайтесь. Директор фирмы «Праздник» всем после визита налоговой. Случай в общественном транспорте. Добрый день, уважаемые пассажиры, приятной вам всем дороги. Ах ты доля, моя доля, дальняя дорога. Спасибо большое. Дай бог здоровья. Не, ну мы сегодня поедем или нет? Да, сейчас поедем. Следующая остановка Остаркина. Не, ну я на него жалобу напишу. Пишите, пишите, не отвлекайтесь. Пишите, пишите. Пишите, пишите, не отвлекайтесь. Пишите, пишите. Знакомая всем ситуация. Машина, сын за рулем, рядом мать, отец на заднем сидении. Лёшенька, не гони. Лёшенька, сын, я тебя прошу, не гони. Лёшенька, ты что, не помнишь, что с дядей Петей было? Ну мы сегодня вообще поедем или нет? Лёшенька, не гони. Лёшенька, сын, ты же у меня один сын. Я ж тебя так тяжело выражала, что же я без тебя делать-то буду. Лёшенька, не гони. Лёшенька, не гони. Лёша, Лёшенька, ты что, не помнишь? О, хорошо. Давай, Лёша, поехали. Очень заботливая бабушка, которая есть в каждом дворе. Конь-то, Конь-то, здесь карусельку гоу разобьёшь. Сейчас домой сгоню. Там вот казана. Отча лопая у меня велос, а? Отча лопая. А? Костя! Костя, не корми собаку с руки. Он, ну не корми собаку с руки. Вот теперь сам учись левой рукой писать. Шалопая такой, а? Шалопая. Вот в кого такой уродился, а? Вот в кого такой уродился. Вот отец из тюрьмы выйдет, я ему всё расскажу. Я ему всё расскажу. Костя, Костя, потуши кошку. А ну потуши кошку. Костя, вот ты мне муж или где, а? Вот 70 лет человеку. Всё как в небе. Дорогие друзья, если вам понравилось наше выступление, то пишите нам. Пишите, пишите, не отвлекайтесь. Пишите, пишите. Пишите, пишите. Поехали. Весна приходит, люди смеются. Приносит лето, счастье и смерть. Наступит поздень, все улыбнутся. Да и зима порадует всех. Опытного болельщика не удивишь тем, что в Казахстане с юмором всё прекрасно. Очередным подтверждением этого весомого тезиса станет выступление команды Казахстанско-британского технического университета. На сцене сборная КБТУ. Здорово, смотри, как пошли. Как у нас, ну ничего. Здравствуйте, московская милиция. Ваш паспорт, пожалуйста. Вот, пожалуйста, держите. Так. Чё-то ничего не понятно. Встаньте, как на фотографии. А, ну вот теперь всё ясно. Добро пожаловать в Россию! Казахстанский кгет. Казахстанский кгет. Да я всё за это убороченäischen! Воற�-то обычно я games! Эээ, санджары! Ээ, санджары, иди сюда, чё там сел опять? Тихо, старше, тихо. Старше, 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 старше. Так же, старше. Какой это там старший, это младший? Вон старший, ос Diskuss. Здравствуйте! стали как на репетиции быстро там у входа белый лексус стоит такой черный твоего поцарапал прям реально гвоздем взял вот так по всему борту поцарапал а вы не видели там нет вы тоже она не видели никто на здесь из вас не видит слава богу я же говорил никто не видит и боялся а по всему резюмирую мы начинаем к-ва-рдак кавардак начинаем я рад приветствовать вас на аукционе кристи и у нас первый лот картина верещагина стена соломона стартовая стоимость 500 тысяч долларов 600 тысяч 700 800 тысяч 900 миллион долларов миллион сто подожди я спросить хотел почему цена постоянно растет эстонская фанта стойте я вас информирую я не могу понять какой юмор вы прокарагандируете это не пойдет сейчас будет сформирован новый состав нашей команды так ты че умеешь делать я эквилибрист фокус вы знаете я этот фокус первый раз показал когда мне было 5 лет сколько 5 молодец проходят молодец стул проходит ты нет давай быстро пошел ты проходишь молодец что умеешь делать я умею выпускать джина ну чё нужен такой человек конечно нужен всем джинам вот странный молодец санthei иди сюда чё там сделаешь я точно чё там опа эх кто такой эй я парадист тогда целуй давай вот сюда целуй целуй прям в губы давай опа целуй я тебе обещаю Целуй давай Вот ты кто, понял, а не пора Ты хорошо Алло, Анют, привет Я тебя люблю, просто, знаешь Эй, пацан, дай позвонить Молодой человек Давайте опустим все формальности Я просто знаю, что вы хотите забрать у меня этот сотовый телефон Я предлагаю вам одну игру Я сейчас добровольно отдаю вам этот мобильник Но при одном условии Если я вас найду, то вы вернете мне два таких же аппарата И оба они будут заряжены на 2000 долларов Я немного расскажу о своих методах По твоему лицу я понял, что ты из ПТУ В этом районе максимум может быть только три ПТУ На каждое ПТУ идет у меня три дня Три дня я буду сидеть и пасти тебя И как только тебя найду, ты вернешь мне два сотовых телефона И оба они будут заряжены на 2000 долларов Но возможно еще и такой вариант У меня есть знакомый в администрации твоего ПТУ Я просто прихожу, поднимаю все фотографии Нахожу твое лицо И тогда снова игра сыграна не в твою пользу Но возможно еще и так, что я сейчас просто стою и блефую Но возможно еще и так, что я сейчас просто стою и блефую Но тогда откуда вам неизвестно об этих методах? Либо я тут разобочоке очкари, который начинался от детективных романов Либо у меня уже была практика Ну так как? Ты еще хочешь звонить? Ну да Блин, а! Блин, опять забрали! А, на солнце будем! По закону казахской драматургии в этом месте должна быть драка Ребята, ребята, осторожно у Данияра нож! Нож! А, стойте! Стойте! Я вам неустанно твержу Я не могу понять, почему, когда меня нет, вы постоянно ссоритесь Поймите, вы друзья Вы одно целое Вы единый организм В единстве сила! Замолчи, чудовище! Нам здесь и так в Москве опасно находиться Здесь постоянно эти ходят, как его Вот эти вот, ну, эти Бритни головы И вообще я не понимаю Тихо, тихо, успокойтесь Задние ряды, спокойно там Я вообще не могу понять, почему вы, москвичи Постоянно говорите там Понаехали, понаехали Почему вы не говорите, допустим, там Понастроили Понаподметали Панасоник придумали, а? Почему вы так не говорите, да? Да! Молодец, чудовище! А теперь давайте все вместе в едином пары Прям как чудовище вот так вот Да! Золотой, золотой Я за утика ласкова Вы ночами ясными Приходи за мной А под этой луной Нам уже не закончится Больше одиночества Золотой, золотой Хочется напомнить, что по итогам этой игры Дальше проходят три команды Но опытный болельщик, который постоянно смотрит игры КВН Знает, что этим список четвертьфиналистов наверняка не ограничится И он прав, потому что по итогам всех играх новой восьмой финала Наша щедрая жюри может добрать еще максимум три команды Напоминаю, три, не больше Три, да? Запомнили? Отлично! Продолжаем наше приветствие На сцене команда Политех Киев Добрый вечер, дорогие друзья! Вы нас совсем не знаете, поэтому давайте знакомиться Александр Александр попал в нашу команду через СМС-голосование Что характерно, в СМС-голосование он попал через постель Едем дальше Владимир Владимир наш вундеркинд Вова, какой был твой самый любимый предмет в школе? Пенал Еще в детстве Владимир срубил свое генеалогическое древо И сделал из него скворечник Евгений Евгений молодец Знаете, Евгений головой может забивать гвозди Тоска! Ну понятно, что не трезвый Ну а меня зовут Саша Дорогие москвичи, мы начинаем знакомить вас с вашим родным городом Итак, случай на горбушке Лицензионные диски 10 фильмов за 80 рублей Скажите, а у вас фильмы с синхронным переводом? Да с нормальным у нас переводом А мужик мужика переводит баба-бабу Попугай-попугая А как нам стало известно, на московских рынках запретили заниматься торговлей иностранцам Поэтому случай над черкизовским рынком Сань, Сань, Сань Вроде я все взял, единственное, что продукты забыл А ну так давай вот здесь вот и купим А где продавец? Привет, брат! О, петрушка Да, петрушка, 30 рублей Бананы 80, покупай, брат А мы продолжаем И у нас случай в семье Дорогая Да, любимый У нас украли дворники Что? Дворники у нас украли Что? У нас украли дворники Что украли? Ты знаешь такие маленькие штучки на лобовом стекле А, понятно, понятно Так это их дворники украли, да? Милый Милый, ну не кипятись Ну давай в них тоже что-то украдем О, босс! И не впервые в Москве Но впервые на этой сцене Известный украинский политик Юлия Владимировна Тимошенко Привет премьерке от экс-премьерки Не хотела до вас выбираться Но у вас скоро президентские выборы Так что будем видеться чаще Я долго думала, да взять деньги на свою предвыборную кампанию Поэтому решила Буду рожать Вчера купалась в Москва-реке Заодно сделала себе химию А вообще я молодец Ну и спосудить сами Вчера уступила место в троллейбусе Накормила котенка Перевела Пугачеву через дорогу Ой, шось я с вами заговорилась Пора уже ставить точку На Черкизовском Друзья, друзья, мы так подсчитали Чтобы купить квартиру в центре Москвы Ну или в центре Киева Нужно работать примерно так 400-450 лет Вот видите Наше правительство Делает все, чтобы мы с вами Жили долго Большое видится на расстоянии Так кажется, говорится Но мы не против того, чтобы к нашему прессию Приблизилась сборная Большого Норильска Совершил посадку самолет рейсом из Норильска Какая большая столица Рестораны, магазины, казино, красотища Такси до Москвы До Москвы такси Поехали Стоп, стоп, стоп А это что? Не Москва? Нет Это Шереметьево Ты куда билеты купила? Самая дешевая экскурсия по Москве Незорогая экскурсия по столице нашей родины Очень дорогая А сколько стоит? Полтинник Пожалуйста Вот она Очень дешевая экскурсия по Москве Сдавай Казусы фотографии Так, девочки, моя готова Поехали Так, мне нужна страсть Хорошо, теперь пошла на меня Отлично Теперь львица на шелке Хорошо Извините, а кто на флюорографию последний? А вот после девушки будете? Отлично Казусы быта Дорогой, ну что ты третий день Дрешь о голову Этот дурацкий шарик Посуду не моешь Мусор не выносишь И трешь, и трешь, и трешь Однажды в антикварном салоне Да, это действительно подлинник Фаберже Внизу имеется подпись самого мастера Очень тонкая работа Очень тонкая работа Знаете, мы берем 300 тысяч фунтов стерлингов Скажите, а вы карты принимаете? Да, конечно Валим! На вручение кинонаград MTV приехала Памела Андерсон Итак, фейс-контроль церемонии Нельзя Проходи Нельзя Вы что, это же Памела Андерсон, звезда Нельзя 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 Все, можете идти Спасибо, доктор Доктор, а что с ногами? Доктор Представьте себе, 6 часов утра Вдрабадан уставший муж Возвращается домой Зима, ты че так наклюкался-то, а? Вот я вас и привел Здесь я живу Облокотись немножко Ты где, гости? Я уже все больницы обзвонил Я зарплату получил Да что мне твоя зарплата? Ну и спи в коридоре Корпоративная вечеринка В компании Норильский Никель Все могут короли Все могут короли И судьбы всей земли Вершат они порой Спасибо королю Дании А теперь все вниз Там Мадонна шашлыки пожарила Многие известные люди Последовали примеру Ивана Урганта И тоже стали пить Актимель Итак, жюри премьер лиги До употребления Актимеля И сборная Большого Норильска Спасибо, ребята По традиции В конце выступления Фотография на память Так, ребята, готовы? Встали? Так, приготовились Сейчас вылетит птичка Че, не было птички, да? Нет Ты никогда не бывал В этом городе светлом Значит, ты не видал Лучший город земли Песня уйдет В сердце поет Эти слова О тебе Майами Выскажу предположение Что следующая команда Всю свою грусть сосредоточила В названии Да и действительно Чего веселого Можно ожидать От Квеновского коллектива С названием Слезы богатыря Росноу Все хотят туда Где веселая игра Где софи Жиятный свет Начинается Пока ходим Тебе поближе Самый добрый Передан Найдем, чтоб нас показывал Первый канал Погода подготовки Надеемся Не зря вам Зарки поцелуй А слез Подоберять Добрый вечер Первый номер Очень нравится Нашим девочкам Поэтому терпим Сказка Что привезти тебе Дочь моя младшая Привези батюшка Мне цветочек Аленький Какой? Аленький 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 А, синий свитор Не привезти тебе Абсолютно нереальная ситуация В центре ипотечного кредитования Добрый день Я бы хотел оформить ипотеку Что? Добрый день Я бы хотел оформить ипотеку Что, сам пришел? Да, сам пришел Никто тебя не привел? Нет, никто не привел А вас не пугает, что это все долго, муторно? Проценты огромные Квартиры еще строятся Может вообще не ваши будет? Нет, не пугает Я готов Ну так давайте быстрее вас оформим Но у меня есть одно условие Да любое Купите Арифлейм Пошел вон Налоговая проверка атомной станции Открывайте Налоговая Да сколько можно вас ждать? Уже два часа стою Чем вы там вообще занимаетесь? Пойдем А это зачем? Для безопасности Что ты сейчас сделал? У меня теперь потихоньку начинает разрушаться мозг Что? Потихоньку начинает разрушаться мозг Потихоньку мозг Ощущаешься Ощущаешься мозг у меня Мозг Мозг Ай Разрушился Ощущался Ощущался Точно разрушился? Ощущался мозг Тогда купите Арифлейм Сейчас Следующий смешной номер Мы отобрали у физически более слабой команды Субтитры создавал DimaTorzok Гитлер возвращается домой к маме Мама Гитлер Итак Представьте себе 30-е годы Чикаго Пирс Мафия нашла в своих кругах Предателя Тони Приготовь цемент Аааа Так это ты полицейский Я так и знал Я так и думал Но ты парень совершил ошибку И теперь поплатишься за это Ты должен будешь отплатить всем тем Что у тебя есть Нам придется взять Нам придется взять у тебя все самое дорогое И все самое ценное Что у тебя есть Мы заберем у тебя абсолютно все И даже больше того Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете Мы первый раз на этой сцене Мы первый раз в премьер-лиге И знаете У нас такие чувства Нам вот хочется кричать Хочется плакать И конечно же хочется танцевать Премьер-лига Смотрит первый канал Премьер-лига Премьеры наши часто стал Премьер-лига Спасибо Команда КВН мыс Челябинска Благодарит губернатора Челябинской области Петра Ивановича Сумина И главу города Челябинска Михаила Валерьевича Юревича Команда КВН Казахстанско-британского технического университета Благодарит ректора КБТУ Бейсимбетова Искандера Колыбековича И декана по студенческим вопросам Алибаева Данияра Даулетовича Команда КВН «Слезы богатыря» Благодарит российский новый университет В лице ректора Зернова Владимира Алексеевича Команда КВН «Политех» Благодарит ректора НТУ КПИ Зуровского Михаила Захаровича И проректора Варламова Геннадия Борисовича Сборная Большого Норильска Благодарит ООО «Горно-металлургическая компания» Норильский Никель И завершает наше приветствие Команда, как, в общем, очень многие сейчас в КВН Претендующие на оригинальность своих выступлений СОК «Самара» Самара 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 Горь, удивительный То есть вот так вот, да? У команды второй эфир Запахло гастролями А вы вот это вот? Не, ну понятно, что мы знакомы Просто для зала, чтобы сразу обозначить хедлайнера Кто вот это сделал? Ты? Или ты? Что, дерево пожалели, что ли? О чем думали-то? Как я этим до балкона дотянусь? Здрасте Добрый вечер Переделать? Сжечь Саша, когда мы в Москву в поезде ехали, я тебе что сказал? Отдай пиво ушастый До этого Если не будет дождя, пойдем смотреть вождя Да понял я, понял Остальные за работу давайте Ну здравствуй, Москва Город, в котором так много непонятного Например, мы были очень удивлены Добрый вечер, московская милиция, сержант Блин, а? Все такое, а? Блин Вы что-то хотели? Да ничего, все, иди уже отсюда, блин Ну вот, например Так вот, мы были очень удивлены, когда пришли в обменный пункт Здравствуйте Добрый день Сто долларов поменяйте Сто-рувлевыми купюрами устроить Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 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 шесть По поводу билетов Билеты на обратный поезд, есть плацкарты, есть купе Поэтому буду задавать вопросы Хорошо, хорошо Да, мой господин Купе Василина, иди сюда Какой у тебя размер груди? Не скажу Плацкарт До свидания Видели? Саша У Василины третий размер груди Каждому свой вопрос, Саша Тамбур Значит, остальные сейчас едем на горбушку за телефоном Покупать Если не получится, то покупать Пошли Ну что ж, а мы продолжаем И у нас случай на Самарской шоколадной фабрике Здравствуйте Я хочу устроиться к вам на Самарскую шоколадную фабрику Ну давайте посмотрим ваше резюме Пожалуйста На что же вы рассчитываете? Вас выгнали в семи мест работы Да И везде одна лицензия Идиот Да какой же я идиот? Я что же ничего не понимаю, что ли? Я к вам не с пустыми руками Вот, пожалуйста Понял А что остановились-то сейчас? Очень замечательно все было Мне вот даже интересно как-то стало Вот, чтобы так петь Это ж Какой размер груди надо иметь? Ну, понимаете, для пения размер груди Каждому свой вопрос, Саша Идите отсюда Так вот Продолжаем нашу БСП Ага, чё? Беседу с подчиненными Ну я просто сокращаю, как бы экономлю эфирное время Первого канала Вот из-за твоего Чё вот опять удлинил сейчас всё? Так, ты что умеешь делать? Рыбачить Угу На мотыля, на мормуша? На мормуша С вечера прикармливаешь? Чуть-чуть Каши жмыхом Каша и маленечко вот оливковое масло Да-да-да-да Ты вот понимаешь, что сейчас по статистике 100 тысяч зрителей канал переключили Так, вы зачем завели этот разговор? Вы же знаете, что рыбалка для меня слабая тема Так, всё Завтра на вокзале с удочками Так, вы сейчас Значит, берёте лопаты А я хотел к однокласснице заехать Ночью заедешь Она ночью работает Вместе заедем 30 лет и 3 года пролежал Илья Муромец на печи Олицетворяя мечту любого московского мужчины Вставай, Илья Беда пришла на Русь, матушку Сейчас я пять минут Что вы, сейчас я Беда, Илья Дракон всех баб забрал Теперь нас забрать хочет Губы накрасил Над городом кружит Ну ещё минут 10 и бежать надо всем Да куда бежать-то, Илья? Окружена Москва Первое кольцо из ратников полоских стоит Второе кольцо из лучников стоит А что, и третье стоит? Стоит! А, ну да, это же Москва Здесь третье кольцо всегда стоит Ну и, собственно, к чему был этот самобытный номер? В последнее время многие просят Владимира Владимировича Путина остаться на третий срок Мы считаем, что этого делать не нужно Не нужно его умолять, упрашивать, уговаривать Мы большая и сильная страна Нужно его заставить Приветствия сыграны и по традиции нашей замечательной игры Команды сейчас должны оказаться, как по мановению волшебной палочки на сцене Итак, друзья, на сцене раз в 15-20 людей Больше, чем за столиками нашего уважаемого жюри Тем не менее, именно эта вот группа товарищей будет вершить судьбу уважаемых команд И первый из вершителей судеб Сангаджи Тарбаев Ну, знаете, во-первых, хочу сказать, что приветствую, в общем-то, почти у всех команд удались Мы тут обсуждали, не знаю, как у остальных, но у меня немножко разрушился мозг Вот За сим Команда из Самары и команда из Алматы получают по 5 баллов ровно Команда Челябинска, команда Норильска, команда из Москвы, Слезы богатыря, получают 4,8 балла Ну, а Киев, к сожалению, получает 4,5 балла Спасибо большое за приветствие всем командам Наверняка не все КВНчики довольны в полной мере оценками жюри Но игра же ведь продолжается Биатлон Биатлон новый конкурс в КВН Ну, новый по меркам всей КВНовской истории А вообще он идет уже второй сезон И, наверное, более-менее вы разобрались в его правилах Итак, команды, представители команд выходят к огневому рубежу Для начала по две шутки и две команды покидают первый этап Прошу, полите, Киев начинает Недавно в свет вышла новая Лада Калина с кондиционером Тупо нет лобового стекла И вторая Полет в космос стоит 25 миллионов долларов Кто еще хочет отправить туда Тимати? Не стесняемся, подходим, скидываемся Слезы богатыря, Роснова, Москва Вчера у начальника Нарафаминского военкомата Родился 27-летний сын Невозможное возможно Дима Билан даже в паспорте клевый КБТУ, Алматы Здравствуйте, братья Славаини Когда муж Наташи Королевой Тарзан был маленьким То уже тогда, за рассказанный под Новый год стишок Добрый Дедушка Мороз засовывал ему подарок в трусы Когда Александр Васильевич Масляков выходит дома на балкон Дети во дворе волей-неволей начинают играть в КВН Мы с Челябинска провожаем Вчера в Москве из-за ужасных пробок Вытрезвитель привезли абсолютно трезвую мужчину И вторая шутка Криминальные новости Недавно была совершена попытка ограбить квартиру Романа Трахтенберга Но грабитель испугнула что-то оранжевое в трусах Провожает биатлон сборная Большого Норильска Отличники Норильска недовольны Золотые медали, которые им выдали, все время тают и пахнут шоколадом Вчера был ограблен интим-магазин Воры были пойманы и наказаны награбленным Последние нововыстрела ожидают нас от команды СОК Самара Житель Самары Николай Терентьев поставил себе цель Увидеть Париж и умереть Но перепутал последовательность Российские ихтеологи наконец-то смогли таки расшифровать язык дельфинов Оказывается, они тоже просят Владимира Владимировича остаться на третий срок Биатлон покидает Киев и Росноу Спасибо Продолжаем наш биатлон вновь по две сутки к БТУ Алматы В обновленном Microsoft Office 2007 Слово Timothy подчеркивается зеленой линией Как простонародное выражение, носящее негативный оттенок И второе Груди сделали операцию по уменьшению Памелы Андерсон Мысль Челябинска продолжает наш веселый биатлон Скандал недели Вчера Юрий Куклачев утопил в ведре заслуженного артиста России Казусы медицины Акушер больницы номер 7 перепутал палаты И теперь гриппующий Петров Сергей Иванович счастливая мать Сборная Большого Норильска В ручек шпы плог дас будешь домга А твоя бабушка научилась писать СМС? Человек-царь зверей Это доказал сторож зоопарка Тихон Каждую ночь переодеваясь в царскую мантию И забрасывая льва петардами И сок, Самара Сейчас внимание Три дня назад возле магазина полет Была украдена собака-поводырь Просьба срочно вернуть Я стою возле магазина полет Военная тематика Появился новый узбекский танк Шайтан-34 Для устрашения противника К его дулу приварена сабля Спасибо, биатлон покидает Самара Продолжаем нашу замечательную игру И КБТУ Алматы, прошу Андрей Малахов, вывихнул челюсть Попытавшись сделать лицо попроще И вторая реприза А на болевшем Поцелуй, свадьба, красавица-жена Московская прописка Все это могло бы быть, если бы не дырочка в носке Мы из Челябинска Вчера на Ленинском проспекте Водитель катка врезался в Жигули И в течение шести часов Скрывался с места преступления Вторая Этой зимой в центре Челябинска При температуре минус 30 Прошел конкурс детского рисунка на асфальте В основном дети рисовали костры А те, кто умел писать фразы Заберите нас домой, и я не чувствую рук Сборная Большого Норильска Самого Большого Леща Поймала жена рыбака Антипа Когда не разбудила его на рыбалку Все пациенты клиники доктора Майорова Уважают доктора Майорова Одна команда должна покинуть Биатлон покидает Алматы Спасибо Продолжаем наш биатлон И начинает завершающий раунд Мы из Челябинска Несправедливость на телевидении Оксана Федорова позволяет Хрюше Гораздо больше, чем Степашке Вторая Оказывается, ресторан Прага настолько дорогой Что даже шеф-повар не может себе позволить Попробовать готово блюдо или нет И третья, завершающая Недавно на одной из остановок Десятилетний дагестанский мальчик При сильном беге Своей щетиной поцарапал автобус Сборная Большого Лориска Дарья Донцова спрятала гонорар в одной из своих книг И теперь не может его найти Вторая Интересное наблюдение Работники канала НТВ Сдают часть своей зарплаты в общак И третья Вору залезшему в Арбат престиж Охранники расцарапали Все лицо Спасибо большое В конкурсе биатлон побеждает Челябинск Итак, Алексей Лепичев Расскажет нам о том, что стало уже в принципе данностью Результаты за биатлон и общий счет Киев и Москва по 0,2 балла Самара 0,4 балла Алма-Аты 0,6 балла Норильск 0,8 балла Челябинск 1 балл ровно Сумма баллов за два конкурса Киев 4,7 балла Москва 5 баллов ровно Самара 5,4 балла Норильск и Алма-Аты по 5,6 балла И Челябинск 5,8 балла Третья игра 1,8 финала Называется наше 1,8 финала Хочу играть, чтобы удовлетворить это желание команд Последний третий конкурс Команд-фильм представляет Киноконкурс Итак, киноконкурс, тема его свой формат Как мне кажется, название полностью отражает всю сущность данного мероприятия Команды берут любой фильм И озвучивают так, как им это захочется Начинает команда «Мы с Челябинска» с фильмом «Такси 2» Итак, очередному поводу для шуток в КВН посвящается Дамы и господа, в связи с тем, что последняя партия автомобилей «Ладокаина» с кислого в складе Мы представляем новый автомобиль «Лада Приора» У! «Лада Приора» «Хапни горя» «У тебя вместо погон печеньки» А у тебя одна футболка на 4 фильма Лично я сам, дорогие друзья, никогда не сяду за руль этого автомобиля Почему? Потому что я уже один раз был в коме Если ваша машина заморалась, нужно прижаться к ней попой и протереть Если вы являетесь настоящим мужчиной, хорошо сгибаете руки в локтях То вас не должно напугать то, что в багажнике спрятана семья даджиков Вообще-то мы китайцы Одному богу известно, где у этого автомобиля вмонтирован вот этот портативный бортовой компьютер А заводится она с помощью специального слова Пожалуйста, овца Вот, завелась А почему у нее от слова корыто или геббельс? Сколько колес у этой машины? Четыре Четыре Побрейтесь, три У машины нет дворников, поэтому когда идет дождь, вам нужно сделать рукой так Потому что руки у главного конструктора растут не отсюда, как у всех Отсюда Из-за этого эту машину приобрел пока лишь только Влад Сташевский Он сейчас за рулем Меня еще помнят Кто такой Влад Сташевский? Эта машина разработана для наказаний Поэтому Наказай Сташевского! Он пытается выбраться Затолкать его обратно Не дайте ему вылезти Пусть в России останется одна беда Дороги Продолжает примерный показ Команды КВН Сок Самара С одним из самых популярных Фильмов у КВНщиков Ирония судьбы или с легким паром Прошу Северный Вьетнам Военно-борская база США Надпись на табличке ЛАОС Брось меня, Дэйв Не могу, Джонни, я обещал твоему старику Что привезу тебя в целости и сохранности Дэйв, черт возьми Во мне столько свинца, что можно собрать Бью и взять цепочку и поехать на фильм С Клайвом Баркером Джонни, наш док сошьет тебя заново Пойду найду его Черт, тут кругом бины Хороший был Капрал Э, кто ты, черт возьми? Я сержант военно-морского флота США Багри Чертовы вьетконговцы Повылазили из своих нор И положили весь мой отряд А эти недоумкие штабы Так и не прислали вертушки Что, дядя Сэм бросил тебя, да? Нет, мать твою Он выслал оленей из Санта-Клауса Чтобы они забрали нас из этого кромешного ада Плохи твои дела, приятель Я бы с удовольствием сейчас проведял свою старенькую М-16 на вечерочек с дурдушкой Бетти Знаешь, я всегда мечтал о таком напарнике, как ты, Магри Я не смогу быть твоим напарником, извини Скажи, это потому что я черный, да? Дед, это потому что ты синий Ды-ды-ды А на рейс на гнолу задерживаться по техническим причинам Черт, вы бьет, гонковцы! Увези меня из этой преисподней! Куда? Ты спрашиваешь меня, куда? Третья улица Стравителей, дом 25, квартира 12 Команда КВН Политех Киев окунет нас в прекрасный мир кибернетики С фильмом «Приключения электроника» Белая лошадь с крыльями и три старых картинки Представляет начало карьеры братьев Гримм Значит так, брат, едем покорять Москву Для начала я устроюсь работать водителем маршрутки А я? А ты будешь мне петь шансон А чего у тебя делает фотография Паши Артемьева? Ты что, не видишь? Висит! Мог бы сам догадаться Давай лучше померяем сценические костюмы Сегодня купил на черкизовском Давай, одевай быстро Костюмы от Гучи Кручи, от армяне Давай придумываем название нашего коллектива Предлагаю братья-укупники А, нет, смотри, братья-элвисы А что, реально, бирюлевские элвисы А на Евровидение поедем? Конечно, поедем, только нужно повторить английский Смотри, зеркало Эмирор Эмирор Молодец Губы Элипс Элипс Нос Эноус Эноус Слушай, а ты думаешь, для первого альбома этого достаточно? Конечно И вообще, что-то скучно стало Может, мы видим обстановку? О, идея А пошли к тебе в гараж Давай Слушай, а что здесь все такое одинаковое? Конечно, одинаковое Мы же с тобой близнецы Логично, мог бы и сам догадаться Может, переоденемся? Ахалай, махалай Ишь ты, фокусник Может, ты еще и петь умеешь? Петь я не умею, но попробовать для тебя можно Золотая чаша, золотая Заплатили деньги за рекламу чая Ты что, сдурел, наш Николай Павков? Если в Москве это услышат, нас точно засмеют Так, петь буду я А ты давай, собирай остатки еды и отнеси их, Тимати На чердак Правильно говоришь? Все равно выкидывать Эх, Москва, чудесный город Здесь такие перспективы Здесь мы точно станем звездами Так, сейчас, заношу еду и за билетами Но помни, иди под красным бревном Я пошел Но не оглядывайся, иначе двери закроются Что? Эх, руки мне в бедра и палец в ухо С фильмом «Операция» и другие приключения Шулика На эту сцену выходит команда сборной Большого Норильска Клубная культура дошла и до Норильска Итак, открытие первого ночного клуба Осталось разломать традиционную чугунную ленточку Welcome Thank you Я слышал в интернете, что любой продвинутый клуб должен быть завален порошком Я думаю, тальк подойдет Забери солнце с собою Оно мне не нужно, веришь Оно меня больше не любит Так, я буду бармен Настоящая рязанская текила Так, куда бы ее спрятать? В нос не влезет Рюкзак забыл Так, в рот нет Ага, вот сюда If you wanna ride, you take the white horse Что это с тобой? Что со мной? Что со мной? Этой ночью незем... Ой Захвати с собой гитару, будем румбу танцевать Хе-хей, вау, сколько талька Здравствуйте, я вас приветствую Я же просил этот невидимый алюминиевый шкаф поставить вот сюда Я вытащу тебя отсюда В воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора Я поведу тебя в музей, сказала мне сестра Вот через площадь мы идем и входим, наконец, в большой красивый красный дом, похожий на дворец Так, о чем это я? Ага, это и будет название клуба По-моему, слишком длинное Слишком длинный, муа Тогда луч Так, что у нас с начальной песней мероприятия? Все готово Где лучшие тусовки у нас в клубе? Где лучшие подруги у нас... Йоу Ничего не забыл? А где люди живут хип-хопом? У нас в клубе А где ищи меня, если тебе нужен? А вылетел из головы? У нас в клубе, не забывай, да Хорошо Так, что у нас будет стоять на варе? Текила и что еще? Ага, и текила, креативно Какие будешь готовить коктейли? Из текилы и текилы, что ли? Ну да Ну можно больше текилы, меньше текилы Хорошо, еще? А еще можно меньше текилы, больше текилы Отлично, хорошо Нужен шейкер! Отлично, все готово Клуб открывается через 5 минут Быстрее одевайте меня, я пошел встречать мэра города Подождите, но вы же и есть мэр! Вау, карьера пошла в гору! Ты-ка-ты-ка-ты-ка-ты-ка-тау-тау-тау Основной фрагмент фильма «Основной инстинкт» выбрала для переозвучки команда Квен «Слезы богатыря» Москва А теперь представьте себе, что передачу «Секс» с Анфисой Чеховой закрыли и она пришла в Останкино устраиваться на новую работу Здравствуйте, мальчики и девочки! С вами я, Анфиса Чехова И в эфире передача «Спокойной ночи, малыши» Господи, и что, не сказали, что это детская передача? Сказали! Но посмотреть-то хочется! И сегодня мы поговорим о сексе А может, ну его «Спокойной ночи, малыши» Может, вам косу вокруг головы и будем сниматься в моих фильмах? Я не буду сниматься в ваших фильмах, господин Митрофанов Да, а я уже сценарий набросал Анфиса, я люблю тебя Эй, парниша, я Анфиса Чехова, мне 20 раз на дню это говорят Ну тогда, может, хряпнем по 50 грамм и мультики смотреть будем, а? А я уже? Может, стриптиз посмотрим? Да-да-дам, да-дам, да-дам Ммм, какие у тебя крутые бицепсы? Ты еще мою дельтовидную не видел, слабак О боже, она что, видела меня голым? Вы тут все распустились Митрофанов уже в кадр не влазит Все, я влазю в кадр! А у вас есть опыт работы на телевидении? Конечно, тебе скучно и нечем заняться Позвони мне, 347-13-13 Я жду тебя Я не успел номер записать Я не успел А я успел, что там было, 69? 13 Нужно будет позвонить как-нибудь Мне обещали животных Где они? Я с удовольствием буду Хрюшей Не, можно Хрюшей буду я, я больше похож Ну ладно, хорошо, тогда я буду Степашей И еще мультика в конце не будет О боже, а что же тогда будет? Шея свело? Будет? Ганг-ган! Ганг-ган! Редко какой киноконкурс обходится без переозвучки и так или иначе связанной с вашим покорным слугой и его ближайшими родственниками. Не исключением стала и третья игра открытой московской премьер-лиги. Смотрим выступление команды КБТУ Алматы с фильмом «Чапаев». Перед каждой съемкой КВН премьер-лиги Александр Васильевич Масляков обсуждает предстоящую игру со съемочной бригадой. Теперь, значит, я вижу это так. Команды выходят на сцену, ждут ведущего. Ведущий пока за кулисами, но тут начинает звучать музыка, и он выходит под музыку. Вот он, кто? Кто бы вы думали? Правильно, Сан Саныч. Сан Саныч и команды на сцене. Опять не хватает кого? Правильно, членов жюри. В жюри, как всегда, сидит Гуликов, как всегда волнуется, хочет курить. Конечно, дорогой, конечно, Гуликов. На, возьми, кури. Итак, Гуликов курит, команды на сцене, ведущий тоже, но, КВН игра молодежная, мы пропагандируем здоровый образ жизни, поэтому курить никому нельзя. Даже Гуликову. Даже Гуликову, поэтому на, Гуликов, курить здесь. Значит, команда уходит, готовится за кулисами, их ждет первый сюрприз. Кстати, о сюрпризах. Что бы вы думали, кто у нас будет сидеть в первых рядах? Болельщики. Нет. В первых рядах у нас будут сидеть сигареты. Неожиданно? Неожиданно. А Сан Саныч здесь должен стоять? Нет. Это ожидаемо. Все смотрят на Сан Саныча. Думают, что он, как обычно, пойдет в эту сторону. Но нет, он молодец, импровизировал и неожиданно встал в другую сторону. Все недоумевают. Не могут понять, что случилось. Понимаешь ли, все в шоке. Чешут у себя в затылках. Жюри вообще в панике побежало спасать положение прямо на сцену. Но Сан Саныч не растерялся. Молодец. И встал в центр. Нет. Опять экспромт, опять импровиз. Он встал назад за командами. Тут ему я позвонил, говорю, а ну-ка поднимайся на балкон. Он молодец, послушался и поднялся ко мне на балкон. И мы вместе смотрим за игрой. После игры подбегает ко мне Гуликов. Гуликов подбегает и говорит, это успех. Это я, что ли? Да, это ты, значит. И говорит, Александр Васильевич, мы устали, мы с жюри хотим пойти на банкет. Я говорю, конечно, дорогой, идите на банкет. Затем, затем ко мне подбегают команды. Команды говорят, Александр Васильевич, а можно мы пойдем в высшую лигу? Я говорю, нет, будьте с Сан Санычем. Ну, и отправляю их тоже куда? Правильно, отправляю их на банкет. Кроме казахов. Казахи не пьют, молодцы, готовятся к следующей игре. Ну, как? Здорово, да? Здорово, здорово, Александр Васильевич. Все так просто и гениально. Раскройте, пожалуйста, свой секрет. Еще бы. 45 лет шутя. Это была последняя озвучка в киноконкурсе. И наверняка вы знаете, что сейчас я должен пригласить команды на сцену, что я с удовольствием и сделаю. Сегодня на сцене. Класс Michael, вы знаете? Классо! 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 Итак, дорогие друзья, мы дождались этого радостного момента. Наша жюри определилась с оценками, но они такие сорванцы, хотят нас еще немного помучить и рассказать о впечатлениях о своей игре. Спасибо большое. Что я могу сказать? Дело в том, что мы, играя столько лет в КВН, в высшей лиге, ни разу не играли биатлон. Поэтому нам было, по крайней мере, не было очень тяжело оценивать. Я думаю, что именно конкурс биатлон очень сильно повлияет. Да, это уже не для вас. Это уже не для нас, это для вас. Так вот, я хочу поздравить все команды с окончанием этой игры и хочу еще раз заострить внимание, что биатлон — это конкурс, который решил сегодняшний исход. Спасибо большое. Спасибо, Алексей Ильянович. Добрый вечер. Я, хоть и не играл в биатлон, но позволю себе не согласиться с NGG, мне кажется, что очень многое на стадии 1-8 решает приветствие. И, как и во многих предыдущих играх, сразу определились лидеры. А за биатлон и озвучку всем огромное спасибо. Особенно очень были удачные озвучки. Спасибо. Евгений Ильинский. Хочу сказать командам большое спасибо. Мне показалось, что очень ровная игра. Оценки покажут, кто идет дальше. Прошу, Михаил Гориков. Спасибо всем за игру традиционно. Я действительно тоже присоединюсь к своим товарищам по жюри. Приветствия все были очень достойные. Действительно, очень самобытные были приветствия. Казахи в своем стиле, Самара в своем стиле, вот отметил человек в костюме, очень активный. Немножко странные, да, но веселые были москвичи. Киев со своим колоритом. Очень активный Челябинск, очень быстрый КВН. Норильск. Отдельное спасибо за корпоратив Норильского Никеля, за короля Дании. Спасибо всем за игру. Сейчас все, что вы ждете, оценки за киноконкурс. 4,5 Киев. Норильск и Росноу, 4,6 Киев. Самара, 4,9 Киев. Челябинск и Алма-Аты по 5 баллов ровно. Итого, общий счет игры. Киев, 9,2 Киев, Москва, 9,6 Киев, Норильск, 10,2 Киев. Весом в одну десятую. Самара, 10,3 Киев. Алма-Аты, 10,6 Киев. И Челябинск, 10,8 Киев. Выигрывает эту игру. Спасибо всем. Подводя черту под третьей игрой открытой московской премьер-лиги, хочется поздравить команды, которые стали четверо-финалистами. Это команда КВН «Сок Самара». Команда КВН из Казахстана, из Алматы. И победители сегодняшней игры – команда с таким морским оттенком. Мыс «Челябинска». За всем все. Впереди еще четвертая игра. Не пропустите. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова